Всем привет, я Сергей, рядом с мной Слава, вы на канале Мой флакон. Сегодня у нас будет необычное видео для нас, мы будем сранивать фейковые ароматы от бренда Fake Parfums, они так и называются, собственно, и делают они копии на самые популярные ароматы с оригиналами. Я знаю, я подготовил три аромата, Слава не знает, что я подготовил. У меня в руках четвертый, но у меня его просто нет, это Tom Ford Plum Japani, редкость, снятость, снято аромат, его мы обсудим в конце, кстати, хороший. Вот, что ты думаешь, Слава, ты как считаешь, ты угадаешься? Смотря какие ароматы, если я с ними хорошо знаком, их уже разнашивал, именно ароматы первоначальные, а не фейки, то я думаю, я легко их узнаю и узнаю, где фейк, а где нет. Хорошо. По словам парфюмера Fake Parfums Константина Гагарина, на самом деле это даже улучшенная копия, это все в концентрации духи, более концентрированное, чтобы было еще ярче что-то. То есть усиленная копия, то есть более ярче, более стойче, да, и более... Да, да, вот именно, чтобы улучшить характеристики. Ну что, мне тогда отворачивать? Да, вот сюда я нанесу вот это. Я думаю, надо делать разные блотеры цветом, где будет оригинал, а где фейк, чтобы потом не запутаться, и не тебе не запутаться, и не мне. Да, я именно так и делаю. А, ты тоже будешь угадывать одновременно, да? Не, ну я знаю, что я куда нанес, но мне интересно самому тоже сравнить. Ну я бы сказал, что я бы этот аромат не угадал, на самом деле, потому что я не очень хорошо знаю, как он пахнет. Ну они разные, они прям разные. Да, они отличаются, на самом деле, да. Мне кажется, вот этот синий, который здесь, это, возможно, Марк Энтони Буро Эн Салат. Серьезно? Тебе так кажется вот такой вот зеленый такой аспект, да, кожаный? Да. Ну вот что я знаю с коллекцией, что похож на Энтолат. Это что-то такое кожаная мариявил, малина, может быть что-то такое. А здесь уже больше бутамалины, больше ягоды, но здесь меньше кожи. Хорошо, то есть ты считаешь, что это около энцелада, но по-моему энцелад все-таки погромче, он такой супер мощный. В общем, это не энцелад, да. Я удивлюсь, если это Nudiflorum, может быть, Nusomato, потому что Nudiflorum и Nusomato сравнивают с энцеладом. Ну давайте я сразу вскроюсь, потому что я бы точно не угадал, это Fucking Fabulous от Tom Ford. То есть на одном из них оригинал, на втором из них копия, и я согласен, они по-разному пахнут. Ну я не знаю Fucking Fabulous от Tom Ford, и для меня нету в коллекции этого аромата, и поэтому я... Но ты немножко носил, поэтому... Ну как, немножко, типа в магазине, когда в магазине просто нанес на руку, и это не считается, что я его носил, потом придя домой, я помыл руки и все, я уже не помню, как это пахнет особо. Если вспоминать, как пахнет Tom Ford, мне кажется, Tom Ford это красный. Вот. Угу. Почему? Потому что у Tom Ford все ароматы немного такие приглаженные. То есть у него нет такой вот, как ты говоришь, у фейка они такие усиленные. Вот на синем блотере как будто здесь более насыщенно, более усиленно пахнет. Угу. И здесь как-то больше кожи, вот я как говорю, что он более кожаный, а красный более такой вот сглаженная кожа. Все в меру. Все в меру и в балансе каком-то. Угу. Давай пойдемте по нотам от Fucking Fabulous. Это он фужерный, кожаный, ванильный. Лаванда, мускатный, шалфей. Угу. Кожа, миндаль, ваниль, корень ириса. Опять же, кожа, бобы тонка, кашмиран, светлое дерево и амбр. Угу. Вообще, мне этот аромат понравился. Fucking Fabulous я как-то наносил на кожу. У него был на скидке в магазине. И мне хотелось флакончик этого аромата. Ну, со временем они начинают становиться похуже. Да, действительно. Вот я сейчас нюхаю, нюхаю. Они как бы все-таки вокруг кожи туда-сюда более-менее одинаковые. Ну, я не слышу лаванду. Ты слышишь здесь лаванду? Нет. Я вот больше вот сейчас сказал горький миндаль. Вот он становится более ореховая, вот миндальная, с бобами. Тонкая вот, сладковатая. Вот эти бобы тонко дают сладость. Немножко такой припудренная кожа такая, да? Ну, припудренная в плане не пахнет косметической женской, да? А именно вот эта припудренность как будто ореховая какая-то мука. Такая вот. Как миндальная мука. Ну что, как ты считаешь, где Том Форд, а где подделка на Том Форд? Я думаю, красный это Том Форд, а синий подделка, потому что он более громче. Да, ты прав. Синий это был фейк. Да. Красный Том Форд. Угу. Так вот сюда будет вот этот. Я как помню «Fabulous» от Том Форда, он не особо стойкий, я так помню. То есть он, ну, примерно держится четыре часа, может, максимум. Ну, я его ещё особо и прям серьёзно и не разношивал. Просто было нанесение в магазине и я не помню. Ну, если фейк более стойчий, то будет даже лучше. Ну, он по цене, наверное, дешевле, да, выходит? Угу. Ну, можешь открываться и сразу можешь даже сказать, что это за аромат. А, я это что-то знаю. Это что-то из любимых ароматов твоих. Ну, что-то твой любимый пропель, мне кажется. На старте пахнет многоогуречным таким, огуречным многорассолом, свежестью. Это, наверное, Santala 33. Молодец. Да, это Santala. И один из них фейк, а второй настоящий. Я знаю Santala 33, как пахнет хорошо. Ну, я его разношивал. И сколько раз его разношивал, мне это не очень нравится почему-то. Я не знаю, почему люди так любят этот Santala 33. Пахнет просто маринованными огурцами. А древес тебе не пахнет? Мне пахнет сейчас на самом деле. Как один, так и второй. Очень древесно. Надо уже попить воды там. Угу. Угу. А разница легкая есть, но будто бы какая-то минимальная, я бы сказал. Ну, пока на первый нюх. Оранжевый это как будто Santala 33, а зеленый это как будто фейк. Он менее рассольный. Такой менее, да? И он менее, он тише. То есть зеленый тебе не так рассолит? Да. И он тише. И он тише. Потому что я помню Santala 33, он прям сильно рассолит. И он как будто вот здесь больше сандаловый. Прям чувствуется сандаловое дерево, вот это сандаловое масло. Вот эти какие-то вот есть перчинка, знаешь, перцем еще немножко пахнет черным. Именно вот. А вот здесь? А вот в фейке, наверное, зеленый. Я не чувствую особо перца. Может быть он есть, но он как-то приглушенный. Ну, возможно, то что фейк, ты говорил, что он громче. Возможно, здесь, конечно, на оранжевом лотере фейк из-за того, что он громче. Но мне кажется, именно у Santala 33 он прям сильно рассолит. Я вот думаю, что это все-таки Santala 33, я знаю. Ну, фейк, они не громче, они более концентрированы. То есть, ну, это не значит, что громкость другая. По нотам у Santala 33 заявленный сандал кожа папирус, вирджинский кетер, фиалка, кардамон, ирис и амбра. А, ну, это кардамон дает такую немножко специевость, да? Вот такую, как бы, такую, знаешь, перчинку. Ну, перчинку в плане папирус. Вот чем пахнет папирус? Ну, наверное, бумагой. Как блотер. Наверное, в этот раз фейк прям какой-то водянистый. То есть, он как будто разбавленный, он, наоборот, не концентрированный. Если я говорю, думаю, что фейк зеленый, то... Если оранжевый блотер прям... Как будто я понюхаю, наверное, вот сандаловую палочку. А вот если зеленый, он прям какой-то тихий, приглушенный, как будто он какой-то... Наоборот, в два раза меньше... Как будто он как-то разбавленный. Угу. И твой вердикт? Я все-таки говорю, что это сантал 33, потому что сантал 33, он очень громкий на старте. Я прям знаю, как он пахнет. Пряно очень. Ну, ты молодец, потому что это абсолютно верно. Ты угадал оригинал, где находится, да. Ну, потому что сантал 33 я знаю, как пахнет. Хорошо я его знаю. Именно вот разношевал... Ну, и последний вот этот аромат, ну, конечно же, слабо угадает. Так, значит... Вот сюда будет вот этот. Как ты думаешь, почему такая популярность у сантала 33? Как твоё мнение? Мне кажется, это просто какой-то хайп случился какое-то время, и всё. Угу. Вот. Ну, давай, открывайся. Тоже уже можешь сказать наверняка, что это. А, это Baccarat Rouge. Ну, конечно, да. Это Baccarat в версии Extract. И один из них фейк, второй настоящий. Несмотря на то, что... Кстати, Белиз как-то подносит почти не слышно. Когда ты говорил, что, ну, будет такой формат, что ты купил, Сергей купил фейковые вот эти ароматы, я сто процентов был уверен, что будет Baccarat Rouge. Ну, это один из популярных, поэтому, да. Про Santal 33 и про fucking Fabulous я вообще даже об этом не думаю. Угу. Ну, здесь уже немножко посложнее задача. Ну, то есть, я знаю, как пахнет Baccarat, разнашивал часто, и мне нравится Baccarat Rouge, на самом деле. По настроению хочется такое нанести. Особенно, мне кажется, Baccarat Rouge отлично раскрывается в холодное время года. Угу. Угу. Вот летом как-то не очень хочется её, да? Угу. Ну, и, конечно же, этот аромат нужно нюхать в шлейфе, потому что такие компоненты здесь, которые... Вот с блотера их почти не слышно. Угу. Угу. Но, тем не менее... Вот, к примеру, кто-то слышит здесь, там, медицину, бинты, что-то такое. Я это никогда особо не слышал. В какой-то момент, возможно, после болезни коронавирусом, я слышал на старте бинты. Но потом это через 10-15 минут бинты уходили, и оставалась эта карамельная жжёная база сладкая. Угу. Чувствуешь ли ты здесь какую-то разницу между этими двумя блотерами? Я чувствую, например, а вот этот чёрный блотер не хочется прям... Не хочется отрывать нос. Ну, то есть... Прям... Я чувствую такую прям вкусную карамельку. Именно вот карамелька такая, без всяких... без всяких вот привкусов. То есть, чистая карамель. Угу. Такая жжёный сахар. А вот здесь... А вот здесь... Здесь тоже как будто всё-таки, как с ароматом Cetal 33, как будто немножко эту Baccaro Rouge добавили воды, и он так менее... Подразбавили, да? Подразбавили. Такой же эффект. Угу. Ну, у меня на самом деле почему-то я не слышу разницы особой. Давай посмотрим, какие ноты у Baccaro Rouge в версии Extract. Горький миндаль, шафран, египетский жасмин, кедр, серо амбр, древесные ноты и мускус. Вот, например, пока ты не узнаешь, что это миндаль, я здесь миндаль вообще особо не слышу. Да, да, есть такое. Даже вот ты когда всё сказал, миндаль, я всё равно здесь особо и не могу представить в этом аромате. Всё-таки больше здесь как будто амбры какой-то. Ну, вот такой сладость такая весьма абстрактная, да. Ну, вот этот блотер, он прям вообще становится ещё тише и тише. Этот фиолетовый. А чёрный как будто... Ну, ещё воды надо попить ещё. Да, затачка, затачка. Это твое... Ты не любишь этот аромат, насколько я знаю. Угу. Ну, и как бы, да. За мной Baccaro Rouge чаще всего ношу я, Сергей. Ты как-то... Ты вообще пощипал. Ну, для меня тоже слишком прост. Мне хочется что-то чувствовать, переливы и тому подобное. Все вот эти ароматы меня не заводят, потому что они простые для меня. Мне больше ниже хочется. Если честно, вот этот аромат, он передан ближе всего. Ну, то есть, если брать из всех этих ароматов, он... Этот аромат более приближённый к оригиналу. Да? Фейковый аромат. Ну, и потому что этот аромат, на самом деле, малокомпонентный, то есть, в нём нету там, типа, 50 компонентов, там довольно ограниченный набор и его, видимо, легче всего скопировать. Единственное, что ингредиенты там очень дорогие, поэтому дешёвые копии не могут так пахнуть, а вот фейковый парфюм – это дорогая копия. Знаешь почему? Ещё Бакараруш – дорогой аромат. Потому что в самом флаконе, в котором находится аромат, стекло сделано из Бакараруш. Вот это само стекло Бакараруш называется. Бакарар. Ну, Бакарар, да. Бакарар. То есть, и это стекло, оно дорогое, там технология какая-то сложная и всё такое. Вот. И цена уже в этот флакон заложена из-за самого этого стекла. Ну, давай, какой твой вердикт? Твоя ставка? Это сложнее всего, но мне кажется, чёрный – это всё-таки оригинал. И мне кажется, наверное, он более карамельный, что ли. Ну, вот говорю, что он более концентрированный. А это такая же история. Вот уже этот Боттер стал менее громче пахнуть. Ну, как по мне. И из-за того, что Бакараруш – это мега стойкий и шлейфовый аромат, я, наверное, выберу всё-таки чёрный – это оригинал. Вот. И оригинал здесь был вот этот. И это что? Фиолетовый. Да? Фиолетовый. Да. А чёрный – это был фейк. Я не угадал. Может быть, потому что он более концентрированный как раз. Вот здесь, наверное, более концентрированный. А вот этот фиолетовый вообще вообще не пахнет. Хотя это экстракт, да? Так, экстракт. Ну, может быть, шлейфи опять. Ну, на самом деле, пахнет прям в точь-в-точь. Ну, то есть пахнет прям как настоящий Бакарар. То есть это… Да. 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 Вот. И я этому аромату десятку ставлю. И оставлю десятку фейку. Потому что он громче. Если, например, покупать… Хотите купить Бакарар – купите фейк. Он действительно лучше пахнет. Ну, тут вопрос. Потому что стоимость, мы еще вам скажем. И… Ну, не вопрос, на самом деле, как и бренду Fake Parfum. Стоимость. И… И иногда дешевле даже оригинал будет. Вот. И давайте посмотрим с вами Plum Japanese. Мы его разнашивали, на самом деле. Мне очень понравился. Я не знаю, как пахнет оригинал. Поэтому мне сложно его сравнить. Это снятый аромат. Угу. Я тоже не знаю. Но, как сделано вот это, по-моему, это супер. Ну, это красиво, да. Это прям слива. Такое… Именно мякоть сливы, кожица, да. Да. Такая концентрированная слива. Действительно сочная, яркая слива. И немножко… Немножко Coca-Cola. Много, да. Coca-Cola. И немного пахнет таким сливовым, может быть, вареньем. Немножко сладость здесь такая присутствует. Угу. Вот. Ну, и здесь такая, на самом деле, фруктовая… Ну, не фруктовая, сладковатая, ванильно-древесная база. Люксовая, томофордовская, стандартная. То есть, эта слива уходит, на самом деле. Потом вот остается что-то такое абстрактно-люксовое, но приятное. Угу. Ну, и что я заметил еще по этому аромату, он… Слива то появляется, то исчезает. То есть, она как-то как бы волнами. И, ну, довольно стойко. Где-то 3-4 часа слышно основательно, а дальше уже такая база. Сделано отлично. Вот этот, наверное, стоит своих денег, если вы ищете, любите именно вот этот аромат. Плам Джапаниз. А так, знаете, флакон покупать где-то там на барахолке за 1000 долларов – это вообще бред какой-то. Угу. Без химоза. Вот. По стоимости вот эти вот 10 миллилитров, они около 30-35-40 долларов. Что довольно дорого. Недешево, да. И, к примеру, у них есть Буа Империал и оригинальный 10 миллилитров дешевле купить, чем фейк. Да. И мне вопрос. Поэтому, да. Скорее всего, наверное, это сравнение будет больше с Ганимедом, наверное, нет? Ну, нету прям фейк в Аймпериале, там у него есть. То есть, один из Ганимедов есть фейк, да? Да. Да. Но, я думаю, это имеет смысл, когда ароматы действительно очень дорогие, и вот это стоит чуть дешевле, либо что-то снятое, что-то, что вы ищете. В остальном, вроде бы, как оригиналы стоят либо столько же, либо даже дешевле. Еще хотел бы заметить, что вроде сделано все неплохо, да? Хорошо. Хорошие пульвики, стекло, как бы, все не хрипит, не, да, хорошо брызгает. Угу. Вот. Ну, какой здесь вывод? Слава, на самом деле, заметила разницу все-таки в первых двух, по крайней мере, ароматах я вам угадал. Кроме бакара. Бакара, ну, он просто простой как топор, и поэтому, да, я сам ничего не чувствую, никакой разницы особой. Вот, Эпс, ты молодец, на самом деле, да. Поздравляю тебя. Спасибо. Ну, хотя бакара-руш, я больше всего знаком из всех этих ароматов, и я их перепутал. Ничего. Вот. Как вы относитесь вообще к копиям вот такого плана? Насилие вы что-то, будет интересно узнать. То есть, и хотел бы уточнить, что это не какие-то разливайки, да? Что вот, например, вот бывает, где там настоящий флакон копия Tom Ford, и она там стоит в пять раз дешевле, и непонятно, где это все разливалось. Здесь написано фейк. Да. Прямо написано фейк. Ну, это бренд. Ну, это бренд такой. То есть, я так понимаю, ингредиенты там хорошие используются, да? Наверняка. Да. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, с вами пообщаемся. Отличного дня. Пока-пока.